дорогие друзья старые новые сегодня мы с вами будем печь тыквенный пирог в этом году был большой урожай тыков и я использовала тыквы как для варенья то есть как для десертов как для сладких блюд так и для гарниров и всего остального в том числе и выпечки нам понадобится 240 граммов масла растительного у меня рапсовое масло 250 грамм сахара 250 грамм муки и по полторы чайные ложечки соды и разрыхлителем яйца мы будем разделять на белки и желтки а это моя помощница тыкву я помыла почистила и припустила микроволновке 6 минут горячую тыкву я измельчила на блендере и остудила перед непосредственно добавлением в тесто все сухие ингредиенты я всегда просеиваю через сито это залог успеха хорошего теста первая операция в приготовлении теста это отделение белка от желтков существует много много приемов и способов как отделить белки от желтков используйте самый простой и удобный для вас сейчас мы соединим с вами пюре тыквы 250 граммов растительное масло 240 граммов и 3 желтка плюс добавим 250 граммов сахара в одной объеме и пробьем до однородности дальше вы можете добавить какие-нибудь наполнители например корица для вкуса теста я использовала обычный ручной миксер взбивала около 3-4 минут на средней скорости вот такая масса у меня получилась сейчас я хочу добавить немножко корицы для вкуса я добавила сейчас перемешаю все и будем добавлять сухие ингредиенты муку вот я взбила массу до клювика сейчас буду осторожно лопаточкой вводить в основном массу теста получится воздушное пышное тесто я вам покажу сейчас вот так осторожно слесу и вверх и когда втираем в тесто белочки, нарушая структуры белка постепенно не торопясь какой объем тесто у меня получился тесто воздушное и легкое сейчас я его буду переносить в форму духовка у меня уже подготовилась я могу смело ставить бисквит в духовку к сожалению у каждого духовка своя и я не могу рекомендовать сколько времени должен стоять бисквит до готовности вы должны определить это зубочисткой до сухого бисквита вот такой объем у меня получился тесто легкое воздушное очень вкусное пока тесто печется мы приготовим с вами декор мне это будет меренга на 1 белок 50 грамм сахара взбивается и отсаживается из мешочка или можно просто положить ложечкой я вам покажу сквит сидит в духовке а мы занимаемся декором я выставила пока время 20 минут я думаю я посмотрю и мы определимся я в дальнейшем я скажу сколько времени мне потребовалось для выпекания я взбила белок с 50 грамм сахара до острых пиков или до клювика размазала по верху и теперь наношу вот так ножом рисунок сейчас на 5-7 минут поставлю снова в духовку и мы с режимом только вверх и вы увидите что у нас дальше получилось очень вкусно вот такой получился белок вот такая красота к сожалению у меня нету газовой горелки я пользуюсь духовкой на 5-7 минут в режиме только сверху при температуре 180 градусов получается вот такая красота вот такая вкусняшка у меня получилась всем приятного аппетита